Добрый вечер нашему гостю. Давайте начнем с темы сегодняшнего вашего выездного совещания по вопросам теплоснабжения. Мы уже об этом говорили в выпуске. Рассказывайте, какова ситуация, поскольку мы все знаем, что готовятся у нас всегда заранее, а проблемы потом все-таки бывают зимой. Добрый вечер. Действительно, сегодня мы традиционно провели инспектирование наших предприятий теплоснабжения. В городе таких четыре. Два предприятия, которые непосредственно вырабатывают теплоносители, поставляют его потребителю, и два предприятия, которые покупают теплоносители и транспортируют через сети коммунальной собственности. Предприятия, городские тепловые сети, коммунальные предприятия теплоэнерго обеспечивают теплоснабжение 382 котельных и обеспечивают работу 218 теплораспределительных пунктов. Действительно, это то большое хозяйство, которое необходимо подготовить к началу отопительного сезона. А если добавить к этому еще и практически более 1300 километров сетей теплоснабжения, плюс подготовка системы воды, химводочистки, насосного оборудования. Действительно, комплекс мероприятий, которые требуют и больших людских затрат, и финансовых, материальных ресурсов. Сегодня основной уклон сделан для того, чтобы максимально обеспечить экономию природного газа, который, к сожалению, стоит очень больших денег. Это переключение котельных, которые сегодня обеспечивают небольшое количество жилых домов на более мощные котельные. И сегодня мы на такой теплотрассе, которая сегодня переключается, котельная с набережной Ленина, 6 жилых домов от котельной переключается на Плеханово-16. И мы прокладываем специально на эти жилые дома тепловую централь. И котельные, которые сегодня работают на старом оборудовании, это котлы еще ДКВР, 60-х годов выпуска. Это те, которые потребляют много природного газа. Мы сегодня увидели, когда мы эти котельные оборудования выводим в резерв, а делаем новые современные котлы. А какой объем газа это позволит сэкономить? По итогам прошлого года мы снизили потребление газа за счет наших мероприятий около 30%. Действительно, это большой запас финансовых ресурсов, которые позволили нам и улучшить качество не только теплоснабжения, но и обеспечить рабочий режим котелей на протяжении отопительного сезона. В этом году мы планируем где-то процентов 10, ну максимум 15 также сэкономить природного газа за счет того, что мы сделаем капитальный ремонт на 28 котлах. То есть это будут более современные котлы и они более экономные. Мы сегодня усилия прикладываем для того, чтобы минимизировать потери за счет утепления наших тепловых сетей. Все-таки большое хозяйство, я уже сказал, 1300 километров тепловых сетей. Утепление это вы имеете в виду? Да, это изоляция, в том числе и более современная изоляция. Хочу сказать, что переходы на улицы рабочие под капитальный ремонт мы делаем уже специально предизорированная труба, то есть она готовая в специальном изоляционном материале, она и долговечна по своему сроку эксплуатации, и практически потери свинины к нулю. А у вас есть данные, сколько километров теплотрасс у нас по городу с такими обвисшими изоляционными материалами? Я сегодня таких данных не буду говорить. Действительно, объезды показывают, что практически нет таких участков, которые бы не были сегодня в поле зрения наших предприятий. И мне приятно то, что тоже не стоят в стороне. Это сегодня их тоже финансовые ресурсы, которые они оплачивают за дорогой теплоноситель. И они обращаются с просьбами в том или ином участке срочно произвести ремонт, не только замену участка тепловых сетей, но и заменить изоляцию, подремонтировать ее для того, чтобы минимизировать потери. То есть больших потерь нет? У нас есть нормативные потери, есть сверхнормативные. Поэтому сверхнормативные потери мы должны максимально избежать. Будут ли школы, детские учреждения, которые не получат тепло? Или с этим вопросом все нормально? Мы в первую очередь готовим эти учреждения к отопительному сезону. Дети 1 сентября пойдут в школу. И, естественно, к 1 сентября, этому дню, мы должны сделать все внутренние ремонтные работы. Это и отремонтировать, заменить окна на более энерроэффективные, пластиковые. Деньги где на окна? Деньги, но частично, даже большую часть оплачиваем мы. Прошлая сессия дополнительно выделила 20 миллионов на наши учебные заведения. Я благодарен, что в стороне не находятся и наши родители, школьников. Без их помощи и поддержки, без их внимания мы бы тоже имели более серьезные проблемы с подготовкой школ. Они тоже вкладывают свои финансовые ресурсы и родительские комитеты тоже контролируют их целевое назначение, использование по назначению этих денег. Совместно мы готовим наши школы. И, конечно же, до 1 октября, на начало отопительного сезона, традиционно мы 1 октября в наши больницы и школы начинаем подавать теплоноситель. Мы будем готовить котельное оборудование. У нас в школах сегодня на балансе собственных котельных 74. Это тоже довольно-таки приличное хозяйство, которое необходимо готовить. Сейчас выполняются текущие капитальные ремонты. Хочу сказать одно. Я практически на сегодня уверен, так как показатель уже доходит до 85% готовности теплового хозяйства к работе в зиму. Это серьезная цифра, что на 1 октября все хозяйство коммунальное по обеспечению тепла и жилого фонда, и социальной сферы будет готово к работе. Проблема будет, конечно же, получить необходимое количество природного газа. Я это не скрываю, потому что долги города сегодня перед НАК «Нефтегаз Украина» более 800 миллионов гривен. Это существенный долг. И мы сегодня ведем переговоры с руководством национальной акционерной компании для того, чтобы получить возможность реструктуризировать эту задолженность и под гарантией стопроцентной оплаты текущих платежей по текущему потреблению природного газа получить необходимый лимит газа, чтобы котельные работали на полной мощности. Есть же у вас данные, что в связи с новыми ценами, новыми тарифами на газ, долги будут расти еще. То есть у нас сейчас проплаты говорят, не знаю, насколько официальные эти данные. Проплаты резко падают и упадут еще, поскольку цены слишком высоки для потребителей. Мы сегодня создаем все условия для наших жителей, для того, чтобы они могли, если нет достаточного дохода в семье, воспользоваться через назначение соответствующих субсидий на ту или иную сумму, чтобы государство датировало эту разницу в возможных суммах на оплату. В районных советах я потребовал и проведены сессии, мы увеличили количество социальных работников, управление социальной защитой населения. И сегодня максимально государство упростило заполнение соответствующих деклараций, для того, чтобы большую часть работы выполняли по сбору документов, необходимых справок непосредственно социальные работники. Люди могли получить такие субсидии. Каждое аппаратное совещание по понедельникам, председатель районных советов отчитывается о количестве людей, которые обратились, и кто, кому, какие субсидии назначаются, в каком объеме. Мы тут регулярно эту информацию получаем, приглашаем специалистов, в общем-то, и ваших коллег тоже. А вот скажите, пожалуйста, вы можете в процентном соотношении оценить готовность города сегодня к зиме? Потому что полтора месяца до начала отопительного сезона, не мало ли это для начала профилактических и ремонтных работ до начала отопительного сезона? Давайте говорить полтора месяца до 1 октября. Ну а вдруг вот 10 октября морозов. По традиции 15 октября мы начинаем отопительный сезон, 1 октября мы начинаем, как я уже сказал, для наших бюджетных организаций, это школы и больницы. Но, тем не менее, правильно вы говорите, две недели практически могут ничего не решить. То, что я сказал, уже практически до 85% готовность тепловых сетей и работы эти продолжаются. И мы своевременно начали эту работу практически с апреля месяца, после того, как на заседании с полкома были подведены итоги и утвержден конкретный план по конкретным каждому предприятию, что необходимо сделать. И еженедельные объезды, заседания районной городского штаба по потоке в зиме вселяют уверенность, что эта работа будет выполнена. Так, давайте теперь поговорим о подготовке техники к зиме. Я имею в виду техника, которая будет посыпать, расчищать. Проблему наблюдаем каждый год. Как только зима начинается, у нас выясняется, что к зиме, в общем-то, и не готовы. А летом все всегда готовы. И соглашусь с вами, и не соглашусь. Действительно, так часто... В чем согласитесь, в чем не согласитесь? Соглашусь с тем, что бывают ситуации, когда коммунальные службы, ну, извините за такое, проспали в первый снег. Я хочу сказать, что предыдущая зима показала, насколько мы эффективно работаем, насколько мы эффективно начали использовать песчано-солевую смесь и расчищать наши дороги так, что практически видно, извините, бордюры. То есть практически вся проезжая часть расчищается. Сегодня мы готовим 137 единиц техники в зиму. Мы готовим сегодня песчано-солевую смесь. В начале сентября будет проведен тендер на приобретение необходимого количества соли и необходимого количества песка для того, чтобы у нас был противоскользящий посыпочный материал. Мы привлекаем 11 предприятий частной собственности для работы на наших дорогах в зимний период. Ну и хочу сказать, что в июле провели тендер на сумму 28,5 миллионов гривен. Мы также в этом году закупим еще 17 единиц техники, в том числе и 4 единицы для очистки наших тротуаров. Потому что действительно тротуары, особенно на шилых массивах, да и в центре города сегодня это проблема. А просыпают частники, вот вы сказали, проспали начало сезона снега. Это частники или это коммунальщики? Ну я говорю, традиционно нас критикуют за то, что мы, бывает, проспали начало снегопада. Ну то есть и бывает, и бензина не бывает. Нет, такого не будет. Мы к этому зимнему периоду готовимся во всеоружие. И есть сегодня финансовый ресурс, что немаловажно. Есть сегодня уже разложенный порядок подготовки техники и готовность техники. То есть практически видна карта пошаговая, что нужно сделать до начала зимнего периода, чтобы в этот период, ну извините, как, не проспать, а с первым снегом начать эффективно работать на дорогах. Успеете, разбудите, успеете? Ну и разбудить успеем, и заставить успеем, если кто будет лениться что-то сделать. А если будут лениться, и мы увидим, что не хотят работать, то, пожалуйста, как говорится, вот тебе Бог, вот тебе порог. У нас много желающих сегодня работать в этом направлении. У нас как раз выборы закончатся к этому моменту, когда к первому снегу, там, где-то примерно. И спрашивать пока будет не с кого, я так думаю. Вы знаете, всегда власть будет, и всегда она будет спрашивать, и с властью будут спрашивать люди за состояние дорог. Сегодня спрашивают, и в этом году мы по дорогам сделали довольно-таки много, хоть и раньше там рапортовали о двух миллионах квадратных метров текущего ремонта дорог. Сегодня мы сделали 330 тысяч квадратных метров. Это реальная цифра. С другой стороны, посмотрите на состояние дорог в городе Деньперовске. Мы уже сделали 135 улиц. Качественно. Мы делаем сейчас две улицы. Мы будем делать еще несколько улиц для того, чтобы максимально в этом году навести порядок на дорогах, чтобы не было больших ям, чтобы водители не жаловали, чтобы люди, которые передвигаются общественным транспортом, могли себя более комфортно чувствовать. Насколько качественно, мы как раз и посмотрим с первым снегом. Здесь, в общем-то, все понятно. Мы вчера анонсировали ваше появление в эфире в связи с тем, что была проблема, был митинг под стенами горосполкома по вопросам мафов, малых архитектурных форм. И звучали обвинения в ваш адрес в том числе. Обещали зрителям ваш комментарий по этому вопросу ответить предпринимателям. Что скажете, вот обвиняли предприниматели в том, что якобы незаконно сносят и через короткое время появляются на этих местах новые сооружения уже с новым собственником. Не могут они решить этот вопрос? Никак с вами не удается им связаться и договориться? Со мной решать вопрос не надо. Потому что решать со мной вопрос, это действительно коррупция, о которой так вчера говорили. И хочу обратиться к тем, кто об этом утверждает, это серьезное обвинение в мой адрес. И если есть такие факты, есть правоохранительные органы, к которым они вправе и должны обратиться. А если нет, то это чисто популизм. Что касается малых архитектурных форм, это позор города Днепропетровска. Я так считаю. И как житель, и как первый заместитель мэра города. Сегодня город превратился в большой базар. Сегодня у нас все пьют пиво, потому что у нас море пива. У нас сегодня на каждом углу ломбарды. У нас на сегодняшний день уже ставят парикмахерские в малых архитектурных формах. При этом хочу сказать, что есть законная база и все основания для того, чтобы законно, не через Решалова, как некоторые подзаказные митинги делают и пытаются перевести стрелки. Есть постановление Министерства регионального развития и архитектуры 2011 года, которое зарегистрировано в Минюсте. Пусть наши предприниматели внимательно его почитают. Там четко сказано, что единственным документом на размещение малой архитектурной формы, или темчасовой споруды, как она называется, есть паспорт привязки. Это главный архитектор, который должен посмотреть и указать, возможно здесь или невозможно. У нас сегодня ставят на тротуарах, возле жилых домов. У нас нет сегодня санитарных нормальных условий. Люди торгуют мясом, колбасой без, извините, санитарных удобств. Это, конечно, вопиющие факты, тем более в такую жару. Вам известны факты, когда убираются мафы и появляются новые через короткое время, как утверждают? Вы знаете, одни и те же убирают. Мы убираем, а одни и те же ставят. При этом, я таких случаев говорю, на вору и шапка горит. То есть ставят тоже незаконно? Незаконно ставят, но, к сожалению, я с учетом того, что есть обвинения, я подготовил официальное обращение в прокуратуру области, в областное управление внутренних дел, в службу безопасности. Для того, чтобы проверили работу нашего департамента, который непосредственно за это отвечает, коммунального предприятия, которое, согласно решению сессии, обеспечивает выдачу документов на соответствии данных решений. И потом мы рассмотрим и посмотрим, кто является или подходит под понятие коррупционер и как должен быть нормальный порядок в городе в этом направлении. А какое время на рассмотрение этого документа даете? Потому что очень хочется послушать о результатах, а времени уже на сегодня у нас нет. Я хочу сказать, что это не от меня зависит, как будут рассматривать мои обращения правоохранительные органы. С другой стороны, я хочу сказать, что я буду делать все для того, чтобы навести порядок в городе Немторовске. Я с отчетом в течение этого года провел много встреч по жилым массивам. Люди не то что обращаются с жалобами, людей уже возмущают те факты, когда устанавливают киоски малой архитектурной формы, как мы их привыкли назвать. Не знаю, кто придумал такую архитектурную форму. Это, извините, не архитектурная форма, это безобразие. И я буду делать все для того, чтобы наводить порядок в городе Днепропетровске. Мы сделали прекрасный проспект газеты «Правда». Вложено туда более 100 миллионов гривен. Отремонтированы фасады. Посмотрите, что сейчас на проспекте «Правда» делается. Переезжаем возле НТЗ «Интерпайп», есть супермаркет АТБ. Вокруг стоят то на кирпичах, то высокие, то низкие, то маленькие, то широкие, разные формы. В общем, архитектурные. Я вас поняла, на сегодня времени, к сожалению, уже нет. Приглашаю вас в следующий прямой эфир к нам. Расскажете о результатах. Я думаю, они будут... С удовольствием. Не так долго будем их ждать. Спасибо. Спасибо.